Объем лососевых, который разрешен к вылову в Путину этого года, станет самым маленьким за последние десятилетия. Сегодня ученые назвали точные цифры и озвучили прогнозы на предстоящий сезон. Ситуация с численностью киты и горбуши пока остается напряженной. Татьяна Шевчук подробнее. Косяки лососевых стоят перед отражателями. Так ученые одну за другой фиксируют каждую особь. Комплексное изучение показывает, запасы южных семей продолжают снижаться. А на севере, в охотоморской подзоне, численность горбуши и киты понемногу растет. Одни северные стада не может компенсировать в общем запасе снижения южных. Когда у нас в 2016 году был вылов одной горбуши, составлял более 10-12 тысяч тонн. И выловы горбуши в подзоне Приморья в четные года у нас были и по 5 и по 7 тысяч тонн. В предстоящую Путину придет поколение лосося, сформировавшееся в самый кризисный 2017 год. Президент ассоциации коренных и малочисленных народов Северокрая помнит, как тогда люди в шоке возвращались с рыбалки. Сети были практически пусты. Именно после этого в регионе начали вводить ограничения на вылов. В предстоящий сезон они могут стать максимально жесткими. Как только мы видим ситуацию, что не дай бог где-то выше устья Амура и далее рыбы нет, промысел надо останавливать. Тут даже нет вопросов и не надо в этом году, в 2021, не нужно ни с кем церемониться. Уменьшение габаритов орудий лова, проходные дни для рыбы, позднее открытие и ранее закрытие Путины. Строгие правила ловли дают результат. Численность производителей на нерестилищах начала расти, но послаблений пока не планируется. Подходы будут небольшими, буквально только-только обеспечить заполнение нерестилищ. Поэтому практически со стопроцентной вероятностью мы будем говорить о закрытии всех видов рыболовства на Амуре для летних лососей. Общий объем, который ученые разрешают к вылову, 37 тысяч тонн, минимальный за последние годы. И вся Путина в 2021 году прогнозируется как самая низкоурожайная по лососевым за 15 лет. Татьяна Шевчук, Алексей Шабельников, Вести, Хабаровск.